У меня один знакомый есть, он здесь живой, он тоже как-то окунулся в этот мир, духовный мир, вот так, как знаете, есть, так сказать, поверхностное плавание, да, там, нырнул человек там чуть-чуть там, а туда в глубины или воздуха не хватает, надо, и практику надо, а он взял и нырнул глубоко, там, очень глубоко такой, помню, он вот, и вот такая, но его благодать держала, там, просто благодать, и он, и потом он в каком-то моменте он просто взял, как бы отсек, все, потому что, ну, он пришел к пониманию тому, что очень много уже узнал, ему надо это уже исполнять, уже исполнять надо, в этом малом будь, будь верен, потому что Господь же сказал, будешь в малом верен, да, больше, то есть, мало то, что узнал уже, потому что, в чем наше отступление было от Христа, потому что мы знаем слова Христа, и знаем, что Господь сам сказал, и сказал, идите делайте, и мы это не делаем, и мы уходим в какие-то вот, какие-то, еще нам что-то мало, что-то еще мало нам, нам надо какие-то, ну, мне кажется, это, на мой взгляд, это такая, какое-то упражнение ума, то есть, мне, что-то, что-то как эти, помните, апостол Павел пришел к грекам, ой, интересненько, мы завтра об этом можем подумать, интересные мысли, он начал о Христе, когда им говорить, они говорят, что это интересно, то есть, вот эти греки, это, вот, это постоянно какое-то упражнение ума, что-то новенькое, какая-то новая концепция, новый, какой-то интересный изгиб, в конце концов, что человеку-то важный тоже, Господь тоже дал, просто, мне кажется, это уже идет от какого-то, ну, большего, как говорится, горя от ума, вот, у меня один батюшка, когда Игнат Тихонович посмотри, он говорит, это горе от ума, вот, мужик начитался всего, простой мужик, всего начитался, теперь от этого страдает и мучается, в каждом, в каждом, говорит, познании много скорби, а эта скорбь, она, ну, что-то еще надо выяснить, что-то надо, не, выяснять надо, ну, ты-то это исполняешь, тебе же Господь просит тебя на страшном суде, ты это знал, тебе такие дарования дано, ты, ты, ты познал такие тайны мира, ты, и что толку, что ты его познал, для чего ты познал, то, чтобы, для спасения души, там, тебе достаточно простить, жить в мире со своими домашними, которыми ты постоянно ругаешься, вот попробуй поживи с человеком, помните, Василий Великий, да, говорит, есть вот в деревне, сестры живут выше тебя, он такой, что ничего, я такой этот, пошел, увидел этих двух сестер, помните этот, он их, они, обыкновенные женщины, он говорит, а чем они выше меня, и он начал их узнавать, как, да мы вот женились, у нас мужья два брата родных, мы разные, и мы на кухне восемь лет или там, одиннадцать лет, ни разу не ссорились, вот она, вот, казалось бы, да, ни разу, и они выше уже честного отца, который там всю жизнь положил на спасение, казалось бы, души там, в пустыне, без всяких радостей житейских каких-то, просто молился и трудился, вот, сегодня очень четко, мне кажется, сегодня водораздел такой четкий идет, где церковь небесная и где земная, и сегодня патриарх наш пытается это совместить, он пытается земную церковь слить, и это никогда не получится, поэтому, что бы сейчас ни делал патриарх, то есть, а он этот, как бы, водораздел вот этот, почему-то пытается убрать, ну, потому что это соединение, то есть, что он сейчас делает, он пытается, вроде вот церковь, да, вот эта церковь, патриарх, то, что там делает сейчас такие-то ходы, да, эта церковь, ну, это как церковь, это вот человек, который вот возобнил, что он имеет полную власть на то, чтобы начихать на там святых отцов, там, начихать там, абсолютно на всю церковь как таковую, и мы это, ну, видим, ну, а чего, ну, что мы можем, ну, меня он ко мне не приехал уже, в мою село не спрашивал, и даже не спрашивал у тех, тех честных отцов, которые, как бы, имеют какой-то авторитет в церкви, то есть, он никого не спросил, он, вот, считал, что его чисто политически пытается, как бы, политику, вот эта, то есть, сегодня церковь сегодня, видимая церковь такая, она становится политической организацией, и вот это разделение себя, что ты понимаешь, что ты телесно, да, входишь в церковь эту, где идут вот эти сейчас игры политические, и понимаешь, что все равно душа, у меня сегодня такой прям был этот, ну, не то, что вот на днях, у меня какое-то идет осознание, что это такое для меня церковь, то есть, я, если я сейчас выйду, как сказать, он, там же есть один канон даже, что если твой, твой епископ ушел в ересь какую-то, а сегодня мы это видим, что ересь, это, что такое ересь, папство, это есть ересь, самое, самое главное страшное ересь, это папство, и сегодня эта ересь соприкасается, то есть, зачем необходима была эта встреча, что за убийство христиан на востоке, да их всегда убивали, они прекратят эти убийства, эта встреча, нет, то есть, такие вопросы, которые нас сегодня, меня, вот, по крайней мере, меня определяют, где я, я нахожусь, я, то есть, я иду с этим епископом, я, значит, с ним следарен в этом, нет, то есть, и вот эта, вот эта какая-то провокация, которая сделана, я не знаю, злоумысленно, как это все, злоумышленно, все это, с каким, с каким подтекстом, я не знаю, но я четко вижу, что сегодня это очень четко должны мы сами себе разделять, иначе, ну, как мы можем оставаться в церкви, где происходит, еще, говорят, еще будет, мало того, церковь примет самого антихриста, то есть антихрист придет, православная церковь его примет, но врата ада не одолеет ее. Как это, что за противоречие такое? Антихрист придет, примет его, а врата ада не одолеет. Вот в этом то и заключается, что мы находимся в церковь небесной, это вот это соприкосновение, когда наша душа наполняется вот этой благодатью, когда мы правильно причащаемся, когда мы правильно идем за Христом, когда мы не боимся сказать правду, которую Христос нам постоянно говорит, не бойтесь, не бойтесь. Он всегда нам говорит, не бойтесь, то есть это постоянно не бойтесь быть блаженной, жаждущей правдой опять. Правда – это как некая наша цель, она, конечно, у нее здесь не будет, справедливости не будет, но это у нас должно быть. И сегодня как раз много людей, я думаю, даже сейчас найдут причины, там отколоться, там сказать, вот я Витя, что в церкви творится, вот папство, вот святые отцы сказали. Сегодня все как бы, и человеку сказать, что да, ты не прав, нельзя, но ты все равно уходишь из церкви, то есть ты уходишь из семьи, плохая жена или плохой муж, то есть ты не имеешь все равно из семьи уйти, так вот, блядь, и сказать, вот я все, ну что, ты пойдешь в другую искать семью, другого мужа, жену, ну так же произойдет и в той семье, так же будет, то есть ты-то что, ты-то как внутри этой семьи должен быть все-таки, ну как сказать, возвышать свой голос. Да, вот вы как-то сказали, что церковь сегодня должна говорить ясно, четко говорить о своем положении, о том, что происходит. А сегодня происходит, мне кстати, очень понравилось это, посмотрите, Ольга Четверякова, мне ее понравилось, 40 минут, она там говорила, просто мужской ум у нее, мужской, честно говоря. Мне она понравилась, вот как раз именно, я другие не смотрел ролики, но именно про папу римского, и она вот именно вот эту правильно трезвую позицию, такую взвешенную, такую очень правильную говорит, и говорит, нам не надо унывать, нам не надо там впадать в какие-то крайности, нам надо сохранять вот это спокойствие и в то же время осознание того, что происходит вокруг, быть все равно, в смысле, содержаться в святых отцов. Вот святые отцы так сказали. Вот Игнат Тихонович как раз, вот я часто тоже, ну, я ловлю на мысли, что я очень попадаюсь под его влияние какое-то, и вот отбрасываю всю историческую канву церкви, всякое предание, вообще предание слова вообще никогда не встречается, поэтому я попадаю в его сети, и многие люди попадают, а тем более люди, которые уже как бы, ну, я понимаю, нет, нам надо держаться все равно этого якоря, это, как сказать, этого нового ковчега церкви, потому что что бы там ни происходило, какие пираты не захватили корабль, все равно Господь ветром все равно везет, сам Господь управляет этим кораблем. То есть, и сегодня я говорю, надо церковь и определиться с Игнатом Тихоновичем, выяснить, потому что уже назрело настолько это, ну, как сказать, ну, даже не проблем, я не назвать это слово, это проблему не любит, но некое состояние церкви, которое сегодня надо обозначить церковью. И когда молчит церковь, вы правильно как сказали, да? Почему это Петр Михалев, да, вот он замечательный батюшка, считаю, вообще такой глубокий, он такой, ну, он все, у него все по закону, он все такой, я там могу, я могу где-то там, мне там занести, может, там, мысль поэта занесет куда-то, не туда, потом снова возвратиться надо. А он, нет, он все, постольте, тут вот написано вот в десятом соборе московском, и он, и почему он не, он должен с ним, он не ждать встречи с ним должен, он должен идти сам к нему, в скайпе, он всем в скайпе ему, пожалуйста, я ему послал, он не отказывается в скайпе общаться, и пускай он с ним общается, почему он должен конференцию через вас как-то особого приглашения не ждать? Столько вот он такой кроткий, что он как-то Игнать Тихонович чувствует это и поедает сразу. А не помню, он даже брата пригласил. Ай, это московский поп, там, да, да, в семинаре, да вы, там только все, как они на него поехали, вдвоем уже. Он же брат пригласил, мало ему было. Я говорю, ну. Не, ну он, не, он, эти клипы-то все равно, вот эти, эти остаются-то, и видно все равно, победа какая, его крутости. Он говорит свой аргумент, он не спорит, не ругается, он остается в этом духе, и этот, этот дух его показывает, что он стоит с Богом. Потому что я, например, я могу там, меня несет там, пока я там, вот стоп, 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 стоп. А он нет, он в кротости находится, и ему, мне кажется, ему как раз и надо с Лавкиным общаться. Молодец, я считаю, что он как раз это и является, это голос от церкви. Я там что-то сказал, отец Петр сказал там с ним, отец, этот, Максим тоже, он, Максим вообще Степаненко, он, мне кажется, его, он гоним за свои идеи, и это, в церкви остается, он не уходит ни в раскол, никуда, он трезво делает свое дело. Максим вообще герой, но он же, он же понимал, на что он идет, он же понимал, куда он лезет, он в самое пекло залез, он понимал, что с ним произойдет. Мало того, я думаю, скоро церемониться вообще не будут, скажут, так, давайте и уберут всех, те, кто поляну очистит, кто там вякает, кто там в интернете вякает, и такое может. Это, мы же сейчас не знаем, что творится сейчас в тайных этих коридорах нашей патриархии, кто там, за какие идеи роятся, но то, что сегодня идет вот это экономическое движение, и патриарх делает свое дело, какой-то там, ну не знаю, его, он все равно это дело проделал, не мытьем, так катанем, и поэтому церковь ждет очень серьезно, и нам надо стоять в этом до конца, а как бы, и мне будет сложно, как, вот мы сейчас живем в доме, мне, конечно, и выгонят, и что угодно. Если я буду говорить, но я не буду там искать этого, но если придут и скажут, как вы относитесь, я скажу, я плохо отношусь, я отношусь вообще плохо к тому, что происходит сегодня в организации нашей. Организация, не в организме, организм святой всегда, а в организации нашей. И поэтому такие люди, как Максим Сипоненко, я думаю, он очень, он в этом смысле, как бы, такой очень, очень трезвый, мне кажется, даже где-то он прямо вот, вот, прямо исповедник веры будет, я думаю. Потому что он, если Игнать Тихоновича, от Игнать Тихоновича, как хороший, как сказать, православный человек, он должен брать, как пчела, да, летать над цветочками и брать нектар от каждого. А вот это плохое, что там есть, зачем это? Это не нужно. Это пускай мухи этими занимаются. Я вот это Дудина, я не знаю, как мухи, они летят, и вот это, ну, мед вы собираете, от Игнать Тихоновича, правда? А они собирают, не скажут, что. Не скажут, ну, на мух похожи. О чем мухи ищут? Одного. Как бы сесть на самые, ну, и зачем это? Ну, и сказал он, ну, 25 раз он, под каким-то гипнозом сказал, что там, вы знаете с кем. Я потом думал, что вы сейчас должны сказать, я знаю с кем, я говорю, повтори сейчас за мной. Я от этого вообще все отошел, я больше не буду их никак не комментировать. Я вчера я с этим, с Александром, я говорю, ну, вот, у меня такое ощущение, ты мне скажешь, выскажи, что ты думаешь по этому поводу. Но он говорит, что, да, что это? Он говорит, во-первых, для тебя это тоже не полезно все. И он, и я чувствую, что это не полезно. Если бы конструктивный разговор шел бы, он бы давал, а сейчас он поставил уже все. То есть, ну, как сказать, даже мышь, вот мышь. Вот видели, когда загнать мышь в угол, знаете, что делает мышь? Она попрыгала, не видит. Она разворачиваешься, прыгает на тебя. И ты просто вот так отлетаешь. И то есть, тут выходит, что никакого выхода ты не даешь. И Игнату Тихоновичу надо выходить. Так поставить на нем, сказать, ему надо дать выход. Ему надо дать, чтобы он двигался именно, как сказать, дело воспитателя, знаете, какое? Ребенка дать ему так, поставил ситуацию перед ним, чтобы он выбрал доброе, хорошее выбрал. И это было, как бы, чем лучше воспитатель, тем ребенок, который берет, а это сделал так, воспитатель поставил ситуацию педагогическую, что ребенок берет, выбирает именно то и думает, что это он выбор сделал. А на самом деле, это ему так воспитатель дал. Ему воспитатель дал вот выбор. И худое старался убрать, а доброе, хорошее взять. И он это берет, потому что так сделал воспитатель. И так и здесь. Игнату Тихоновичу надо давать, как сказать, ставить флажки, за которые нельзя заплывать, да, за буйки вот эти. Это обязательно, иначе это будет все, что угодно, как нам угодно трактовать, и так вот легко. И представляете, сегодня при его плюсах, а сколько будет бунтарей, которые начнут после него, после Игната Тихоновича, начнут делать эти революции. А от Дудина, от отца Сергия, и даже еще хлеще может произойти. То есть, его настроение, оно явно не христианское. Явно. Так что, я думаю, что время расставит все на свои места, но у меня ощущение, что это заказ. То есть, мне кажется, у него как некий заказ, некий, он отрабатывает или деньги, или не знаю, что он там отрабатывает. Но что-то такое вот, уже такое, уже видно, что он уже стоит в каком-то… А вы читали комментарии, он приглашает… Ну, вам письмо-то он написал, приглашает на беседу с Куратовским. А, это Сергей, вот этот вы мне… а я не читал его еще. Он там, он приглашает на беседу, где они будут с Куратовским вам мозги вправлять. Ну, серьезно, я даже не знаю. Мне, например, никакого желания, я послушал Куратовского от вас. То есть, я с вами, когда вы поставили, для меня все ясно стало. То есть, а что я еще скажу? Вы все сказали. Что мне еще раз, лишний раз сказать… Еще раз, чтобы они сказали, а вы знаете, с кем вы рассказывали? Я к чему, что… Вот я могу осудить, там, у меня был такой момент, я там, вот там… Вот он такой у меня как-то Господь… А ты… Ты будешь судить? Ты будешь судить? Ты будешь давать кому в Царство невестное войти или нет? Нет. А чего тогда ты? Я каждого держу, я каждого человека держу, я каждого человека знаю. Я лучше знаю, что с этим человеком происходит. Твое дело о себе. Пекись. И все. И мне как-то мир настало на душе. А то вот это… Вот это… Вот это… Кто-то там… Пшеница, плевелы… Помните? Меня так всегда разумляет пшеница и плевела, когда мы готовы разделить… Сами сейчас начать броситься, кто пшеница, а кто плевел. Подделка под пшеницу, да? И броситься разбирать в кучу. А ты сейчас загребешь пшеницу хорошую, тоже в кучу с плевелами. Ой, подождите, я тут… и будет это… и ошибка… Господь… Нет, придут ангелы и сами разберут это. Это их работа будет. Ангелы разберут пшеницу и плевела. Если он пшеница, его в гумно Божье, то есть в Царство Небесное. А пшеница что делает? Пшеница делает ее молоть. Чтобы Господь из нас сделал муку, из которой может хлеб что-то там спечь, да? Нам надо вначале превратить нас в муку, чтобы мы были белые-белые. А мука созвучна с мукой, с такой мукой человеческой, мука, страдания. То есть Господь нас жерновами этими перемалывает. И слава Богу, а иначе не нас… а как нас спасать? Как мы поймем радость от Царства Небесное и желание быть в Нем? Как мы ее поймем? Только пройдя через… Это кто-то, я не помню, тоже какой-то философ какой-то, я не знаю, или может из отцов кто. Говорит, что прежде чем стать бриллиантом, алмаз проходит какие муки, если бы он был живой, да, какие муки, нужно было бы претерпеть испытания. Да, вы представляете, там какой-то вначале теркой крупной, потом какой-то там уменьшает, уменьшает, потом вообще мелкой-мелкой там. Трут так, что он там… он не блестел, а потом стал блестеть, потому что попробуй не заблестит после такой обработки. Да, на самом деле, бриллианты вот эти, искусственные алмазы их делают там, они блестят как красиво, и грани вот эти все, и все грани, и там же столько грани они делают, и так человек же, он как тоже становится бриллиантом. Господь так обрабатывает жизнью этой. Но надо просто с этим согласиться, что Господь, Господи, я влагаю Твою, да будет воля Твоя, да будет вот эта воля Твоя, что Ты меня обработаешь для Царства Небесного. А как я, а как я могу быть кому-то судьей? Господи, помилуй, меня там несет, я там весь в сам страстях. Это и натихность святой, конечно, но у него будет свой суд какой-то там, его может быть без этого всякого в Царстве Божьем возьмут. А я грешный человек, мне поэтому Христос и нужен, без него жить не могу. Я как вцепился в его хитон, как говорится, и держусь, и боюсь, что когда я отпускаю, я плачу, я бегу за ним, Господи, опять меня… У меня своя поле деятельности, сжатого, можно сказать. Но к чему? Что мы все церковь. Вот это осознание, что мы церковь, и мы такие все, как сказать, нам должно быть уютно друг с другом. Почему? Потому что мы должны понять, что все мы колючие где-то, где-то у нас локоть нас чей-то там подталкивает, остро нам там что-то тычет. То есть, с одной стороны, вроде мы все такие неуютные, в то же время нам Господь всем говорит, будьте братьями в Христе. Вот это братство… Я вам как раз говорю, что вот вы когда стали со Христом, вы обрели себе столько братьев в мире, что когда вы это поймете, что вы приедете в любой город, да, и там братья вас встретят, христиане, и откроют вам двери свои, дадут вам там кровь там, там все дадут вам. И помогут так, что даже родные люди не помогут. Я говорю, это удивительно, вот эти слова всегда вспоминаю. Я говорю, а это я, даст Бог, в Барнауле буду. Ну, там вряд ли будет, но вдруг, да. О, Игнат Тихонович, заеду. Конечно, он не пускает. Почему без приглашения? Надо за полгода, как минимум. А что, нет, нет, давай, давай, давай. Я говорю, Игнат Тихонович, я хотел бы так его послать, говорю. Это собак меньше там, он показывает, как он собак любит, а птичек. К жене лучше относитесь, потому что к ней он так относится, жестко прямо. Хуже, вот мусульмане жестко с женщинами относятся, и он к своей жене. Я говорю, лучше к собакам меньше любви, отдавайте собакам меньше. От собак берите любой и жене отдавайте. К немощному сосуду надо относиться. Конечно. Женщина, она и женщина, а он там ее так, не трогай, так, все, свободно, там, вот так, как с ней, вот так, ну, не знаю, не придет. Я говорю, этот образ не очень мне близок, и ему, когда поправить никто не может в этом смысле, ну, ладно. Ей, она довольная, то есть она не выражает каких-то, она, видать, уже совсем смирилась. И вот как раз, вот как раз по этому поводу, да, вот, невидение, ну, я постоянно трогаю вопрос невидения грехов своих. Господь, как говорит, сердце, сердце сокрушенно, Бог не уничижит, да, то есть, когда человек сокрушается в своих грехах, вот, а он, как он говорит, а я стряхиваю его, как пыль с себя, вот это вот, шик-шик стряхнул себя пыль, а сердце сокрушенно, человек сокрушаться должен, чем вот, ну, правильно, мы вот сейчас разбираемся этим вопросом, он глубокий вопрос, вопрос грешника, да, насколько я грешник, да, ну, да, я не грешу, конечно, чем грешил раньше, вот, но тем не менее, есть те грехи, которые остаются со мной до конца жизни, вот, и насколько я должен сокрушаться, как пыль должен себя сметать, или я рыдать должен о грехах и называть себя грешником. Вот ему больно не нравится, когда называют себя человек грешником, грешным грешником. Многогрешным, многогрешным, да. Ну, вы знаете, я думал, очень так, я думаю, вот, интересно, да, вот его, его позиция вот такая, я вот, я думаю, вот, я, ну, все равно всегда с собой, что с тобой происходит. Я говорю, Господь, вот, очистил меня от каких-то таких грехов. А, вот что, то есть, мысль такая, что Господь, когда ты принял Господа, ты попробовал жить без греха, такая призывающая благодать. Он сейчас стал говорить, я ему как-то об этом сказал, он начал сейчас, феофон затвор, мне кажется, свидетель говорит, вот, призывающая благодать, она дает тебе жить в свободе от греха со Христом, а потом приходит уже благодать, которая ставит тебя на ножки. И эта благодать, как бы, как бы, вроде она отходит от тебя, такое ощущение, что ты Богом оставленный. И тут на тебя навалится все то, что чем, то, от чего тебя Господь не очистил. То есть, все равно, вот эти какие-то грехи и осознание, что это грех, то есть, все могу, но не все мне полезно, сказал апостол Павел. Почему это осознание греха? Вот это осознание греха, что оно, христианин это знает, что такое грех, а нехристианин он не знает, у него размыто это план, понятие. Он не понимает, что, я говорю, то есть, самые простые вещи христианства, это, это постоянный труд. Почему? Труд над чем? Чтобы стоять и мужество, стоять всегда в добром. Отстранись от зла, отстранись от зла, первый шаг и сотвори благо. Ну, как можно сотворить благо, если ты не отстранился от зла? То есть, у тебя первое не исполнено. Вот это отстранение от зла, хотя бы первый шажочек сделать, отстранись от него. Первый грешник я не то, что я там, я там, я всегда вот это, как же, я подхожу к причастию и снова я первый грешник. Ну, как это так? Надо тоже изменить. Я же в тот раз был первый грешник. Я уже не первый грешник, я уже где-то, я уже не самый плохой человек. То есть, вот эти слова зачем? Убери тогда, зачем Иоанн Златоуст и об этом постоянно нам о каком-то первом. И первый грешник из них я. Апостол Павел об этом говорит, первый грешник я. Хотя я много потрудился, но первый грешник все равно я. То есть, осознание греха, это именно выяснить для себя, где он находится, где этот грех и с чем тебе бороться. Потому что раньше ты считал, что это норма, это ты. Ты сочетался с грехом так, что ты уже думаешь, что это все, это ты. Вот я говорю, очень интересный момент, что ребенка, вот в педагогике есть такое понятие, хвать не ребенка самого. Какой ты молодец, по головке ему говорит, ты хорошо сделал. Чувствуете разницу, да? Ты молодец или ты хорошо сделал? А если ты плохо сделал, ты плохо сделал. Поступок, я выявляю поступок ребенка. А она приехала, и у нее что, у нее тоска-то какая. Она, в принципе, в православии давно уже, может быть, лет двадцать. Вот. И у нее какая? Она же была такая, все, паломница там, все. И у нее понимание такое, что священники это особенно известно, это там, ну все, это пуп земли, и в общем, слушаться надо еще благословение брать и исполнять это благословение. А получилось так, что священники благословляют. Оказывается, они во многом ошибались. И она, когда начала это видеть, для нее это вообще сокрушение. Вот. То есть она узнала эти отношения изнутри, что они такие же люди, да, что они часто ошибаются. Вот. И она, как бы, сейчас в таком отчаянии находится. Что ей делать, как ей, как ей жить дальше. Что если положиться, не она к вашему, нету, кончились святые и все кончились. Это у кого благословляться. Самое вот это удивительное. Я, я думаю, я так, я тогда еще думал, вот народ, там, вот ищут старцев, там, пошли, поехали, там один. Вот там где-то на Украине сейчас там, там старцы, все туда. Потом он умирает, там, потом ездят еще ищут. Какие-то постоянно старцы. Я говорю, знаете, я говорю, вот это, принять решение и нести ответственность за свое решение мы хотим возложить на кого-то, на старца. То есть воля, воля Божия не распространяется на твою волю. То есть, что не может сделать Господь, это человеческую волю поменять. А мы, а мы спутались, мы думаем, что это смирение. А смирение, вообще, слово тут не употребляется. То есть, оно не связано с волей. Воля Божия, если надо, Господь, он ее проявит. И он ясно скажет. То есть, ты шагу не сделаешь. То есть, а все хотят возложить на ответственность. Только не я. Потому что, если ошибусь, квартиру продам. А батюшка, какую мне квартиру? Где мне купить? Он там, да, карта, на карте прямо там. Вот сюда. Да это же, галошь. Ты попросила, он тебе дал. А ты, нет, плохой батюшка. Ну, поеду к другому, который мне скажет. То есть, ищут именно вот это, угождая своим, на самом деле, всяким внутренним желанием и нежеланием. Ну, я говорю, вот как у нас был один раз момент тоже с матушками, ехать или нам не ехать вот в сторону далечия. И у нас такой вопрос, мука прям была. Вот выбор, вот этот выбор. Нам надо было с Лограда уезжать или нет, или там оставаться служить. И вот у нас этот выбор там, мы все и так и сяк. Потом говорю, матушка, давай вот сюда помолимся. Нам зовет ребенок, я ему задам вопрос, он скажет да или нет. Вот, и мы так и сделаем. И прям помолились. И она заходит, и я говорю, там Танечка ее зовут или вы. А к нам часто дети прибегали. И Танечка, скажи, пожалуйста, вот нам стоит ехать туда или нет? Она такая постояла, как будто она ждала. «Да, вам надо ехать». И все. И у меня, знаете, все. Надо, вот если ты так решил за себя, Господь вот так через… То есть, даже через маленькую девочку, через, ну как сказать, через камни может Господь волю свою указать. Просто нам надо, ну, принять решение самим. Не помните сказать, а, вон там этот… Я уже слышал, как они потом этих батюшек постерят. А вон там, мне он там этот благословил, там, женился я на это. Она там, ой, там, мы с ней только намучились там. Я говорю, кто виноват? Батюшка это виноват, да, что он вас благословил. Он подошел в этот момент. Тоже была на примете у него, тоже замуж хотела. Вот он вас соединил. А то, что у вас там… Ну, извините, вы-то подошли, чтобы жениться, и вот… А то, что на вас не клеится ваша судьба, извините, это… Это уж я не знаю, мне кажется… А может быть, мне надо было в монашество идти? Я говорю, ну, это вообще это… Мы от этого сейчас страдаем в 90-е годы. Вот батюшка сказал, старец благословил меня часто. Старец благословил. Я говорю, ну, хорошо, когда замуж ты выйдешь, ты это… Что будешь? Все, у старца… Ты у мужа будешь спрашиваться. Как муж благословит? А ты старец благословит. Да при чем тут старец? Муж. Что скажет муж? Скажет «люминий». Значит, люминий. Все. Хорошо, люминий. Значит, люминий. Все. Все. И мир, и согласие. Да? Ну, то есть это… Вот для тебя старец, это твой муж. А у нас вот… Это у нас семья даже одна разрушилась. Вот. Она бежит к батюшке к нашему. Батюшка, он у меня больной, весь мусор из збы. Она даже не понимает, что такое понятие исповеди. Это когда лично я говорю, вот я мои грехи. Мои грехи. Ни воздержание, ни милость, ни мирное настроение, осуждение. Вот это все мое. Что? А она приходит к батюшке, давай весь мусор вытаскивать. Какой он там… Он выпьет там, давай меня гонять там. Ну, конечно, ты гоняй. Ты такая… Как к тебе не гонять? Ты… Ты к батюшке бежишь сразу. Ты не у него спрашивайся, как у тебя муж есть. Я ей вот… Я ей говорю, ложись, муж. Как? Он-то у меня сейчас такой там… Я говорю, да неважно что. Что он вам скажет. Он же вам не заставляет, я не знаю, там, веник жевать. Нет. Ну, а то, что он просит элементарно там есть приготовить, там… И какие-то вопросы… Не нужно вам никакого старца. Старец для вас будет муж. И он изменится. Почему сейчас старцев нет? Да потому, что книги есть. Книги. И старцы все в книгах. Все святые отцы в книгах. Разгибайте книги. Читайте. Изучайте. Ну, если ладно, не хотите, интернет включите. Там… И… 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 И Игнатия Бринчанинова есть записи. Сейчас все есть. Надо просто брать это. И читать, слушать, исполнять. Вот. А она вот все-таки… И насколько это укоренилось… Вот… Вот это вот… Ну, я не знаю, как назвать это. Зараза или как это. Ну… У меня руки вот эти шелушатся. Руки, да. А она… Это… Говорит. А чего? Мажете кремом там, смазываете все это. А я говорю. Да я вообще ничего не мою. Что там смазывать что-то. Она говорит. Да как ты не моешь? Я говорю. Да вон святые некоторые жили вообще это. Не мылись там всю жизнь. Она говорит. А надо благословение взять на это. Как ты… Можешь… Вот. Без благословения такие решения принимать не мыться, да? А я говорю. Ну… Благословение надо брать в кого? Тот, кто тоже не моется. Да. До какого-то на самом деле доходит. Вот. Это вот… В этом я согласен с Игнатом Тихоновичем. Он говорит. Вот там читать Евангелие. А кто благословит? Как? Да сам Господь на самом… А мало того, начинают вот там поститься. Я говорю. А пост нам что-то дам? Нам… Там написано все… Все благословила церковь. Там даже написано как… Где есть сухоедение. Где есть… Вот оно. Вот благословение. Держи его. Вот надо благословиться. Ну… Не. Я согласен. Вот подходит ко мне человек. Батюшка, благословите, завтра ложусь на операцию. Благословите. Ну, благословите, чтобы прошла операция успешно. Чтобы… Чтобы она… То есть Бог… То есть я говорю… Вот на… Ну, то есть на экзамен там… Ну, пожалуйста. Я… Я говорю. Господи, если… Если мое благосостояние вам как-то поможет… Я… На доброе все… Ну, опять же, смотрите. А если операция поет плохо? А если вдруг… Что-то поет не так? Что? Батюшка… То есть мы что? Значит я… Плохой шаман, что ли? Нет. Одно дело, конечно. Да. Я должен приехать, например, к владыке, благословиться по поводу… Что я там буду делать в храме? Да. Вот сейчас я там буду менять, например, престол. Да. Мне надо менять. Он мне шатается. А мы новые заказали. Да. И мне надо, да. Вот при тех приехать к владыке, сказать, вот ты владыка, престол. Мы… Все. Вот надо, чтобы он приехал. И поэтому мы, конечно, хотим, чтобы за нас все решил, кто-то пришел, какой-то старчик нам, старец, старец, все нам решил, всю нашу жизнь расписал, все нас направил, там все… все развел, все беды развел руками. А там… Тысячу слов можно сказать. Я вам сегодня… Сколько? Полтора часа потратил на библиотекаря. А она мне… В конце вообще меня убил вопросом. Я там про вечную жизнь, там про это, там… А говорит… Она там… А говорит… А вы… Что же она мне сказала там? Ну, короче, с таким вопросом, которое вообще мне дало знать, что она вообще меня не слышала. То есть я тебе полтора часа, куда я говорил это все? Куда я говорил? Я одна надо стояла, она махала головой все. И она мне задает вопрос такой, как я понимаю, что она меня не слышала. Потому что я… Ну, и все. И я думаю, господи, вот на самом деле… Я точно сейчас тебе могу сказать, что если человек тебе нуждается, он будет тебя слушать. Если ему полезно обобщение, он будет слушать тебя и ему будет это в пользу. А я пытался… Вот сейчас я ее какими-то словами расположу какому-то ее настроению. Вот я ее… Да у нее нет этого было расположения. У нее воля была вообще в другом. Душа ее вообще сейчас в другом живет. Ты сейчас не к стать ей все это, может быть, говорил. Не к месту. А я там… Ну, вот простой как бы урок для меня. Ну, теперь понятно, да. И в класс заходишь, кстати, к ребенку, к детям. Вот. И сразу видно ребенка, для которого я пришел сказать. Потому что многие это все неинтересно. И говоришь… А тут надо и привет, человека, спрашивать. А вы на связи со мной? Вы это… Алло, алло, прием, прием. Не, ну да. Ну, а сейчас вот еще идея такая… Сегодня настолько… Вот это время идет сейчас… Оно… Оно… Оно на самом деле… Лукавое в том смысле. Сегодня… Людей нового не приходит в храм. Те, кто пришли в храм, они уже в храме. И, как правило, то поколение, которое вообще… Вот оно выросло, это мое поколение. Оно абсолютно сегодня… Ну… Не… Даже не знаю, как это выцерковляться. И слово мне тоже… Ну, не выцерковлено. Не то, что выцерковлено. Им это и не надо. И происходит момент, что… Как можно привлечь ко Христу? Как можно привлечь… То есть, что… Опять Андрею Первозванным приходить освещать Россию? Нет. Россия уже как бы освещенная. Но… А через чем можно? Через код. Есть такое понятие – код. Национальный код. И вот сегодня такая идея. Вот через это начать… Как бы пробуждать народ. Народ вообще… Вот я говорю… Я вот сейчас хожу, думаю… По деревне… Прошел эту деревню все. Со всеми познакомил. Ну, как так… Чем кто живет, узнал… Так немножко… И Библию дал… Ну, и Евангелие дал. И познакомился. И вот… Народ сегодня… Ну, все. Это телевизор этот. Это все. Я бы… Я бы… Вот сейчас бы первое дело, может, сделал бы. Я говорю, вот в свое время она горела, Останкино. Вот ее поджечь. Что у нас не было? Ну, сейчас сегодня вот эти кабельные телевидения… Какое… Сейчас уже… Останкино все уже сейчас… Да. Я… Ну, в смысле, что вот образ вот этого… Иглы вот этой… Которая сегодня… На самом деле я… Раньше это не… Я не понимал… Я не понимал силу, на самом деле, телевидения. Это очень большая сила. Разрушающая сила. Но она может быть созидающая. Но это… В данный момент она сегодня действует разрушающей на умы. Люди вообще… Телевизор… Они вот заходят в телевизор. Там они и женятся. Там они страдают. Там они плачут со всеми героями. Все. У них целый… Целый день наполнена жизнь. Там все. Они женятся и разводятся. Все там делают. Дерутся. Все. Они проживают там с ними эту жизнь. И вечером никакие… Как будто свою жизнь прожили. А хотя это чужая жизнь. Это еще и выдуманная жизнь. И они приходят, и у них ничего не остается уже. Никакой… Никакой эмоции на… Начинаешь им говорить вещи. Но это не то, что не интересно. Это вот мимо них. Проходит многих, по крайней мере. И я вообще, конечно, думаю, вот как против-против телевизора идти. Какую альтернативу? Да все. Телевизор – это враг. Это вот сегодня враг работает через телевизор. И людей превращают… Я не знаю… Говорит зомби. Мне ни слова не нравилось. Зомбированы. А на самом деле, реально, зомбированы. Зомбоящик его сейчас называют. Это… У меня есть клип. Я скину ссылку, кто детям не показывает. Там вообще сделали клип такой, ну, по поводу вот этого телевидения, как оно входит в наши умы и дома и все. Его полезно, полезно людям вообще показывать. Ну, таким, конечно, слабонервным нельзя там вообще. Настолько жутко они сделали его. Но он выражает прям вот всю глубину вот этого телевидения. А знаете, чтобы бросить курить, иногда надо человеку показать легкий курильщик, а всю мерзость, да? Так и здесь. Вывернуть наизнанку, может быть, всю эту… Ну, как сказать, чтобы человеку противно было. Да. Потому что он понимает, что он… Им манипулируют. Вот что страшно. И противно, и страшно. Вот. А именно они сделали тролик, что от него страшно. И действительно, прям страх такой пробирает. На самом деле, когда там смотришь, это Москва слезам не верит. Помните этот герой, Родион, кажется его зовут? Он там говорит, за телевидением будущее. Он такой фраус обмолился. Вы знаете, что ничего не будет, ни кино, говорит, не будет, ничего. Там вот статуя есть хорошая. Будет одно телевидение. Прям так и одно, говорит. Да. Прям так и одно. И он прямо вот в воду сейчас глядел. На самом деле, одно сплошное телевидение. Ну, а в Старый Новый год, фильм «Пророчества», когда там этот коллегин говорит. Скоро не мы на них будем смотреть, а они на нас оттуда будут смотреть. Они на нас точно? Да, да, да. Вот эта фраза жуткая, но она, да, да, да. Я тоже люблю этот фильм. Он такой немножко, кажется, про алкоголизм, но вот это мне понравилась человеческая душа, которая, друг, он понял, что он живет не так. Вот как это? Да не все эти шкафы, все это, давай на полу сидим, сядем, на полу будем сидеть. То есть, вот этот человеческий порыв, он, конечно, утром, может быть, этот порыв закончится у него, и, как правило, да. Но вот этот протест против того обмиршления, в чем мы живем, это, конечно, здорово. Чем человек живет, да, вот вы, например, я считал, ну как, а как, а как? Вот чем человек может жить? Вот смотрите, чем человек живет? Ну, ему котлеты, а, кстати, даже очень, вот это мне понравилась ваша, я говорю, вот мать этот человек, вот он живет, он знает, что он обуза для, некая обуза все-таки для своей матери, но он, гордость у него, это был момент, это когда гордость, вот я там буду обузой, и многие такие там, он преодолел этот, во-первых, момент, во-вторых, он понял, что надо помочь, надо не объедаться, да, там, не становиться толстяком, чтобы вас там не могли кантовать, когда надо. То есть, вот вы, мне помните, Виктора спросили, я говорю, он такой грузный, там, вы как-то, ну, я говорю, он надо, ну, вы не сказали так, но я говорю про себя, жрать надо меньше, да. То есть, такие четкие, четкие советы, которые позволяют думать, то есть, не только вот его жена, там, специальные приспособления, там, какие-то, чтобы ему там его поднять, там, то есть, какие-то лебедки, там, а он там сто с чем-то килограмм, естественно, а если этих лебедок нету, она там грыжу себе надорвет, а он сейчас, как бы вы были, как тростиночка, да, подняли вас, опустили, перекантовали, то есть, человек еще и думает о том человеке, о котором о нем печется, это же вообще потрясающе. Я заметил сразу, это у инвалидов, это отсутствует инвалид, как он в подсознании понимает, что за ним должны ухаживать, обязаны просто. Обязаны, да, да, да. Это вот, я говорю, даже вам, может быть, такую, даже памятку для инвалидов, знаете, создать такую, вот вам. Меня и ненавидят они за это, что они мне просят, чтобы я не выносил это на общее, то есть, есть такие тайны у инвалидов, которые нельзя озвучивать. Не знаю, ну, мне так, в смысле, я вот тут увидел христианство, вот, казалось бы, да, там, то есть, да, хочется где-то лупануть, там тоже хочется, там, что-то повкуснее, что-то съесть, там, а нельзя, ты думаешь… Я с одной общался, у нас тесные были отношения такие, и она видит мое вот это рвение, что она говорит, ты, говорит, родным, близким меньше внимания, чем чужим уделяешь, ты, говорит, заканчивай это, пусть они заботятся о тебе, но она так втайне мне, так на ушко, ты что, пускай они о тебе, а что ты рвешь, то есть, понимание такое. Ну, да, то есть, если я инвалид, все это всем не обязаны, правда же, да, вот это… А это, а это я как бы тут подрываю, вот, устои, вот эти, что это, что это за инвалид, который другим помогает. Да, 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 какой-то из этого, из рядом он выходящий элемент. Ну, а вы знаете, недавно же элемент новый открыли в химии, знаете, вот вы тоже, новый элемент, химический элемент. Ну, это, это вот на самом деле, вот, я говорю, а как может быть инвалид православный, да, вот, вот, самый, казалось бы, это, а он-то, он ест и ест. Ну, я понимаю, единственное, может быть, утешение осталось, вот, еда. Ну, подожди, ну, то есть, на самом деле, чем ты живешь? А она потом тебя, ты сейчас упадешь тут, ба-бах, она тебе не падает на кровать, уже все. То есть, ты сейчас, что-нибудь тебе плохо, все, там 120 кг, это надо, как ей тащить тебя, там, все, все надорвет над собой. Я как-то это, мне так это опа, а это вы мне сказали? Я говорю, ну, надо меньше есть. Все, четко, вот и все. Я говорю, любите свою жену? Очень люблю. Ну, как вы любите, если вы ее, вы ее, вы, вы, вы думаете, вы любите, когда вы едите там эту картошку килограммами, и там становитесь крупными? Это не любовь, что вы едете. Ну, любовь, когда вы эту картошку не едите специально. Ну, поелись, чтобы вам надо, знаете, сколько примерно надо, так, чтобы не носить кости свои. И все. Нам, нам инвалидам-то, я же варил, он недавно тоже. Ну, мне достаточно в день яблока одного и два пряня, и все, и все питание. В него на день калории обеспечено. Ну, я легко, я же не работаю. Пряник и два яблока, и два пряника, и все? Да, и все. Ну, и кефиру стакан. Ничего себе. А вы вот говорили, у вас сейчас это усы выросли, они вам, вы говорили, чешутся, да? Да я это, не знаю, что делать. Избревать не хочу мне это, оно мешает. Но усы-то, опять же, надо рукой там подправить, когда-то что-то почесать там надо или как. Ну, за этим ухаживать, правильно, надо за всех? Конечно, конечно. Ну, вы будете сбревать? Да я не хочу, мне это, как бы уже стыдно уже. Что стыдно? Не, ну, в смысле, мама... Мне к тебе вошло вот это понимание, что мужик без бороды, без усов, что это уже не мужик, как бы. Вот я ведь убедился. Это не к вам относится. Это не к вам относится. Ну, а в интернете-то их хотят, вон, эти, я на лапки нападаю, а они, там, защитники меня, там, это... А, ты, там, без бороды... Ну, да, это, это, кстати, да. То есть, а, вон, что там он говорит? Он сам, он, без бороды... Они же нечем меня уколоть, они через это... Не, ну, это, как сказать... Например, вот борода, там, ну, тебе надо и все равно. Я вот, там, не приглазить, там, я не знаю, это... Это очень... Рука, мне нужна рука, а тут рука у вас никак. Они же не понимают... А, они просто многие не знают, что у меня руки не работают. Да, они думают, что руки у вас... Вы как-то так... Вы же как-то работаете, все делаете, они же думают, что вы же такие вещи делаете, у вас, значит, руки свободные. Вот все. Они понимают, что, например, для вас взлетевшая оса, это для вас уже, может быть, это... Или муха, которая... Катастрофа. Катастрофа. Это катастрофа. Они это не понимают. Я просто... Я говорю, вот я лежал, как-то лежу, вот всегда в шкуру влазишь, другого думаешь. Вот как, да? Вот сейчас взлетела эта муха. Она замучила меня на нос. Я с рук... Я с руками ее... Я аж встал, включил там... И за ней уже гоняюсь. Я представляю, как надо смиряться, если вот лежишь, или вот она висела на нос. Это... Ну... Опять. Она же еще как издевается. Оп, опять. Конечно. А особенно по осени они же... А ты ее... Никак не... Она же тут же садится опять на тебя. Я говорю, вот это... Вот это... Вот... Попробуйте. Вот так. Я уже кому-то так... В глаз... Вот... Вот... Ресницы... В глаз попадет что-нибудь... И попробуй ее... Вот лежи и терпи ее в глазу. Вот она там будет... Она же она режет... Глаз как... Да. Все равно палец берешь... Пальцем тут когда... Оп! И вытащил ее сразу. А тут она... Она начинает там слезиться... Начинает... Ты ее начинаешь гонять там... Ой! Господи! Я не знаю... Все это... Ну хорошо хоть знаете у вас компенсация... Мне понравилось... Хоть это... Господь вам дает... Вы... Во сне бегаете... Да... Бегаете... Вы летаете... У вас... Такая жизнь... Летает... Давно уже не летал... Я уже соскучился... Что самое главное... Я причем... Я это точно уверен... В том что... Ну... Почему души-то... Они наши будут... Ну... Улетать... И такую способность иметь... Да... Я это и сейчас ощущаю... Что у нас в душе... Оно есть... Оно спит... Вот это как бы... Возможность... Ну как бы... Допустим... Как активировать... В себе вот... Знание языков... Да... Человек вот говорит на русском... Знает он английский... К примеру... Да... Он по себе что-то переключается... Он раз... Начинает на... Говорить на английском... То же самое и у нас в душе есть... Что мы... Сможем что-то... Мы это переключаем в себе... Потому что мне... Иногда не удается... Взлететь... Я не могу найти... Долго в себе этот... Выключатель... Как бы... Активатор... Вот... И... Ну... Я понимаю... Что... Потом... В конце концов... Я его нахожу... Не с первого раза... Оно отрывается... Из земли... А не получается... Вверх подняться... И мне надо его там... Где-то еще... Получше... Стимулировать... Этот активатор... Когда только... Взмываешь... Вверх... Выше... А... Вы знаете... В этом же... Преподобный... Серафим Старовский... Духом... Был... В том месте... Где Дивеев... Он прямо... Рассказал... Где место... Он рассказал... Как там... То есть... Он такой... Он не ходил в свои кельи... Он все знал... Про... Где строить храм... Он знал... То есть... Такое ощущение... Что он там побыл... Приехал... Но там ни разу не был... Вот... Я все думал... Вот это да... Это значит... Понимаете... У нас... Способность... Господь... Уже... Адаму давал... Такую способность... В мыслях... Мысль... Это как... Пере... Вот... Мысль... И ты улетел... То есть... Представляете... Какое... Было... Состояние человека... Что... Он мыслью мог... Ну... Такие... Расстояния... Преодолевать... Я к Ангелу... Вот... Представляете... У нас с тобой... Сейчас... Есть... Но... Оно есть... Это я точно знаю... Мне один... Один человек рассказывал... Он во сне... Он что-то... А... Он как... Он говорит... Как мама его... Что-то получилось так... Что он... Так... Душой... Мать... Далеко находится... Она одна... Она звонит... Он ей звонит... Она всегда... Она не жалуется никогда... И вот он говорит... Я говорит... Ночью... У меня прям... Как перед Богом... Я вот там... Что-то так... Мне так... Жалко стало... Говорю... Мать... Мать... Надо уже... И он говорит... Ночью... Мне приснится... Я захожу... В дом... Вот дом... Мама... Вот она... Все... Он там... Дом посмотрел... Что она даже... Посмотрел... И потом звонит ей... И говорит... Мама... Вот ты это... Откуда ты знаешь? То есть... Представляете... Вот это удивительно... И... Я вот думаю... Это на самом деле... Вот эта способность... Которая в нас... Почему-то Господь нам... И иногда... Дает нам почувствовать... Что... Но пока... Еще у нас... Это... Спит это... И... Вы правы... Что... У нас много сокрыто... Господь... Все еще... У нас... Как бы... Мы... Это все... Откроется... Ну... Вот еще... Что сокрыто... И на расстоянии... Иногда... Чувствовать... Друг друга... У нас... Сокрыто... Вот это... Общение... Такое... Бессловесное... Оно же... Тоже... У нас есть... Я думаю... Люди... Адам с его... Именно так и общались... Мне кажется... Они вообще... Даже не общались... Мне кажется... Что такое... Слово... Слово... Это... Как бы... Нехватка... Нехватка... Чего-то в духе... Правда же... Да... Надо... Надо... Что-то... Объяснить... Но... Слова... Они в раю... Мне кажется... Не общались... Потом... Такое... Появилось... А вот... Выяснение... Какое-то... Отношение... Чтобы... Ты меня... Неправильно понял... Потому... Это была... Такая вершина... Я... Думаю... Что... У нас... Два... Две сестры... Они... Близнецы... Вот... Они... Говорят... Одна... Заболеет... А... Как-то... Та болеет... А... Вам это... Нужны... Беседы... Яна Златоустова... Ну... Да... Я собираю... Ну... Вот... Хочу беседовать... Оцифровать... Ну... Под картинку... Поставить... В Ютьюбе... Чтобы... Ну... На канале... Чтобы доступ... Через Ютьюб... Потому что... Нету... Вот... А люди... Я вот... Псалмы выставил... И люди благодарят... Что... То есть... Им легко... Доходят... В Ютьюбе... И слушают... Там... Псалмы... Из Латого... А... Читай... Кто... Псалмы? Да... Ну... Все... Ладенько... Татьяне... Матушке... Поклон... Передавайте... Все... Спасибо... Богу... Что... Да... Тебе... Hm...